Ну что дорогие друзья, всех вас приветствую и сегодня, как я и обещал, мы с вами поговорим об одном из лучших премиум танков в игре на данный момент, это М47 Patton Improved. Причем так считают действительно очень многие, ряд популярных и сильных игроков, там например в том числе Corbin Dallas, уже высказались, что действительно машина получилась очень жесткая и это вполне себе претендент на звание лучшего. Я потестировал эту машину самостоятельно, мне он выпал из новогодних коробок, благодаря тому, что подписчики задонатили на все это дело, покатался, попробовал и мне есть ребят что сказать, поскольку танк конечно безусловно очень мощный, но это далеко не ультимативная имба и у танка есть существенные минусы. Так что в сегодняшнем ролике мы попытаемся разобраться вообще, что это за танк и насколько он хорош, а также что нужно принять во внимание. Прямо сейчас, ребят, прожимайте лайкосы, обязательно подписывайтесь на канал, само собой в комментариях пишите свое мнение о Patton. Ну и по традиции в телеграм-канал тоже не забудьте зайти, ссылочка в описании, там всегда анонсы видосов, стримов, разная интересная инфа, инсайды, в общем я там много что делаю, общаюсь с подписчиками, так что там ребят тоже очень интересно. Сейчас маленькая рекламная пауза и погнали. Новогоднее наступление 2023 уже началось, поэтому прямо сейчас залетай на whathub.net. На сайте появилось огромное количество больших новогодних коробок, причем ты можешь выиграть новогодние коробки, восточные, волшебные или рождественские, а если повезет и сразу несколько типов одновременно. А там, если вдруг ты забыл, тебе может повстречаться даже уникальный премиумный танк 9 уровня, а также, конечно же, и куча других ништяков, включая золото, дни премиумного аккаунта, кредиты, 3D стили, ресурсы и даже ретшерского кота. А еще, открывая кейсы, ты автоматически принимаешь участие в ивенте новогоднее наступление 2023, в котором мы разыгрываем более 110 коробок. И вполне вероятно, что именно ты выиграешь большие новогодние коробки. Ну и само собой, не забывай про бесплатный барабан бонусов, в котором можно выиграть бесплатное открытие новогодних кейсов с новогодними коробками. Удачи и до встречи на whathub.net. Значит, машина, как я сказал, падает с новогодних коробок и падает очень неохотно. Мне многие писали, что вот хотел Паттон, там, скрутил 50 коробок или даже 100 и до сих пор он не упал. Мне он выпал с 40 коробки и я думаю, никто не будет из вас говорить, да, что это быстро. Деньги были потрачены серьезные, хоть я и сам не донатил, мне подписчики помогли, но тем не менее, бабки были занесены в игру, так или иначе. Как только я себе его получил, сразу же начали люди писать в чате на стриме, что, мол, это вообще лучший прем в игре. Корбан Даллас его очень сильно хвалил, там и некоторые другие стримеры. Вообще машина крайне-крайне имбовая. Мне прям стало интересно, потому что я раньше очень любил средние танки Америки, да. Мой первый видос на канале был посвящен суперпершингу, правда это, конечно, такой себе средний танк, скорее тяжелый, но тем не менее, когда-то я любил Паттон М46, потом Паттон М48, в те времена, когда он был еще актуален. В общем, у меня давняя история, да, с этими танками и мне показалось, что М47 импрув должен быть также довольно прикольный, особенно при моем стиле игры. И, знаете, вот поначалу я не совсем понял вообще данный танк, потому что он реально очень странный по своим характеристикам, такое у американцев бывает. Это как бы СТ, но не совсем, потому что его динамика на самом деле до СТ не особо-то дотягивает, особенно без турбины. И я вам сразу, забегая наперед, скажу, что турбину на него ставить обязательно в специальный слот. Иначе вы рискуете просто ездить реально как тяжелый танк, что, ну, я считаю вообще неприемлемо на данной машине, потому что это не полноценный ТТ, это что-то среднее. И динамика, а именно 45 км в час, нам очень-очень нужны. Ибо ездить 40 км в час, да и не сразу к тому же эту скорость набирая, ну, на СТ в наше время, ребят, это не серьезно. И даже на полутяже полу-СТ это все равно очень печально, так что, повторюсь, турбину обязательно ставьте. Давайте перейдем к бронированию, потому что это, наверное, главная фишка этой машины, и вообще ты поначалу от него такого не ожидаешь. Все дело в том, что эта машина по броне вполне себе тянет на полноценный тяжелый танк, причем без всяких, ребят, скидок, я серьезно. То есть, конечно, он таким не выглядит. Смотришь, ну, что-то типа вроде какие-то листы есть там, да, навесной брони, как у Супер Першинга, кстати, да, похоже немножко. Многие, кстати, их сравнивают, к этому мы еще вернемся. Но когда ты начинаешь просто вот водить мышкой по корпусу, ты понимаешь, что у него ВЛД под прямым углом, то есть без ромбования, имеет примерно 280 мм приведенки. Ну, то есть, в принципе, вас восьмые уровни вообще не пробивают туда без голды, да и даже голдой в большинстве случаев. Понятно, что десятки, да, на кумысах могут пробить, но в целом это, ребят, для СТ-8 это страшные цифры. И самое интересное, что когда мы переходим на башню, по сути, ничего не меняется, то есть ситуация только усугубляется, потому что лоб башни у него еще жестче. Там 400 мм брони, это вот в том месте, где перпендикулярная такая поверхность, и туда вас никто вообще практически никогда не пробьет, может быть, кроме ПТ-10 на вголде, и то, если им очень сильно повезет. То есть он башней и маской в том числе танкует абсолютно вообще любые орудия в игре. Если говорить про скосы башни, то тут, во-первых, приведенка 600 мм всего лишь, да, ну и кроме того, там будут рикошеты, то есть туда пробить тоже нельзя, и даже если вы башню отвернете, то все равно там будет броня в районе там 250, 260, 270, ну цифры все равно очень серьезные. Вот, конечно же, в башне, к сожалению, есть слабое место, это командирский лючок, там 130 мм, он большой, и вам будут стрелять именно в него. Это вообще вот, ну, единственное, повторюсь, место, в которое можно его как-то пробить, если он начинает танковать именно вот от башни, от рельефа. И я понимаю, зачем это было сделано, если бы ему зашили башенку, ну это вообще капец был бы, то есть это была бы очень токсичная машина, примерно как БЗ. Но нет, слабое место присутствует, и оно достаточно большое. Конечно, на дистанции вам туда попадать будут редко, но там где-то на 50 метрах, на 100 уже будет залетать, так что будьте внимательны. Старайтесь долго не стоять на одной позиции и постоянно мансить. И тут, конечно, у вас возникнет вопрос, а почему ничего не сказано про НЛД? Дело в том, дорогие друзья, что нижний бронелист у него не то, чтобы слабая зона, вот так вот, если по-серьезски, особенно для СТ. То есть здесь у нас примерно 240-250, а иногда и 260 мм приведенки. Это страшно, опять-таки, ребят, НЛД. К тому же в него будет залетать под, ну, очень нерациональными углами, там будут рикошеты и все прочее. Правда, НЛД, он не весь бронированный, есть слабые зоны по краям. Там брони вообще нету, и он пробивается туда любым орудием, там 130 мм. То есть, ну, если люди знают, и вы вылазите всем корпусом, они будут вам туда стрелять. Но, правда, эти слабые зоны, они небольшие, и туда реально надо выцеливать. И не каждое орудие еще попадет. То есть, как вы понимаете, по факту у танка, ну, очень незначительное количество слабых мест. Это ведро и небольшие зоны в НЛД, что для среднего танка просто отлично. То есть тут и говорить не о чем. Если речь пойдет дальше про борта, а это важно, то здесь, на самом деле, тоже все относительно неплохо. То есть у нас здесь, с учетом всех экранов броня, там, подстольник. Ну, это если, как бы, смотреть верхнюю часть, где есть листы, если мы смотрим нижнюю, где гусеницы, то там 76. Но все равно это не сказать, что плохо. То есть танк может танковать бортами, если не перекручивать. Будут рикошеты, и в целом, как бы, ну, он может себе позволить немножко ромбануть. От этого ничего страшного не случится. Ну, понятно, что говорить там про корму и так далее смысла нет. Здесь брони, как бы, не присутствует ни в башне, ни в корпусе, да, туда будет все залетать. Ну, короче, как бы, подводя итог по броне, это жесть. То есть броня очень хорошая, если бы не лючок, это вообще был бы полный кошмар. Так просто хорошая. Переходим к его огневой мощи. У нас 320 альфы. Это для СТ-8 хорошая альфа, для тяжа так себе. Поскольку мы что-то среднее, ну, типа, пойдет нормас, да, альфа вменяемая. Не 250, не 240, слава богу, да, и как-то жить с этим можно. Пробитие 230 миллиметров базовым снарядом. Это очень хорошее пробитие даже для тяжа восьмого уровня. Для СТ это, я бы сказал, шикарное пробитие. Соответственно, танк вполне себе играется на ББ. Он фармит за счет этого. То есть на нем голдой по каждому поводу и без повода стрелять не нужно. Правда, конечно, если вы встретите БЗ-176, про который был, кстати, последний ролик на канале. Ссылка в правом верхнем углу. Пропустили, если посмотрите, ролик получился огненный, я бы сказал. Там очень много бомбежки и всего такого, что вы любите. Вот, но, короче, если вы не встречаете реально кого-то жесткого, можно вполне себе накидывать ББшками. Все, огонь в этом плане. Голда здесь, опять-таки, страшная. 300 миллиметров пробития. Это означает, что Маусы в лоб башни, Е-100ы, Як-Панзарь Е-100ы. В принципе, вообще любой танк вы пробиваете. За исключением каких-то самых бронированных мест. Типа масок, типа скосов и всего прочего. То есть пробитие голдой ультимативное, я бы сказал. Для СТ это вообще трэш. То есть это очень много. Для тяжа это просто много. И тоже, как бы, ну, очень-очень хорошо. Конечно, в этот момент у вас уже возникают вопросы к танку. То есть почему у него все настолько круто и где вообще у него слабые стороны. Ребят, они тоже есть. Причем, когда я смотрел обзоры, как-то вот люди не особо акцентировали на этом внимание. А ведь минусы, они значительные. То есть они будут вам мешать играть и от этого никуда не деться. Друзья, новогодние праздники уже практически на носу. И, конечно, в такой момент очень хочется порадовать своих близких или, может быть, даже себя хорошим подарком. Но, сами понимаете, времена нынче непростые и есть всегда желание сэкономить. И вот тут у меня есть для вас просто отличная новость. Я думаю, многие из вас слышали о таком онлайн-магазине, как Яндекс.Маркет. Он уже давно на рынке и зарекомендовал себя как очень хороший и надежный. Я, собственно говоря, сам им пользуюсь. И вот если вы раньше никогда не оформляли там заказов, то у вас есть возможность получить аж целых 500 рублей скидки на свой первый заказ. Теперь расскажу, что нужно для этого сделать. Значит, во-первых, вы скачиваете и устанавливаете мобильное приложение Яндекс.Маркет. Сделать это можно либо в App Store на айфонах, либо в Google Play на телефонах с Андроидом. Подчеркиваю, очень важно делать свой первый заказ именно через мобильное приложение. Только в этом случае скидка сработает. Значит, как только вы приложение установили, сразу же собираете заказ там. Какой угодно, вообще что хотите, можете покупать. Главное, чтобы сумма заказа была 2500 рублей или больше. Ну, я думаю, вы понимаете, что сумма, в принципе, не такая уж и большая, особенно перед праздниками. После чего, сейчас очень важно, вы вводите мой промокод, который прямо сейчас есть на ваших экранах, а также в описании присутствует. Его можно там просто скопировать и вставить. Ну и все, вы промокод ввели, скидка сработала, вы заказ оплатили. И, собственно говоря, его просто ждете, пока он к вам приедет. Моя скидка работает на любые товары. Даже если на них уже была скидка, все это дело суммируется. Само собой, вы можете покупать, повторюсь, абсолютно все, что угодно. И заказ вы можете получить как в пункте выдачи, так и курьером, если, например, вам лень или не хочется просто куда-то идти. Так что не упускайте свою возможность получить аж целых 500 рублей, абсолютно бесплатно по факту, да, и очень неплохо сэкономить. Повторюсь, мой промокод в описании. Во-первых, ДПМ у танка, мягко говоря, очень посредственный. Назвать его, конечно, откровенно дерьмовым я не могу. Но без всего, то есть без учета досылателей, там, братств и так далее, это 1772 единицы. Это мало. Понятно, что его можно разогнать до 200, это как бы вполне реально, это причем без доппайка еще. Но, тем не менее, то есть от ДПМ этот танк плохо играется, и я понимаю, зачем это было сделано. Повторюсь, иначе это, конечно, был бы лютый трэш. И вот что гораздо более печально, у него точность 0.42. Это, опять-таки, без учета всего. Понятно, что можно упороться и превратить это в 0.39, там, да, примерно, или даже 0.38, если уж совсем, да, заморочиться. Но танк очень печально стреляет на дальние дистанции, он очень часто мажет. Постоянно все в землю летит, постоянно вы будете промахиваться. В общем, это не снайпер, даже близко это танк для ближних и средних дистанций. А на ближних дистанциях, напоминаю, ему глючок напихивают. То есть тут все-таки вот не получится в наглую совсем, знаете, играть так вот на расслабончике под пивко. То есть надо немножко все-таки будет заморачиваться. Сведение 2.8 секунды, это, опять-таки, без учета каких-то ништяков. То есть просто голая, да, цифра. Это тоже плохо. То есть, ну, не сказать, что кошмар, но печально. То есть сведение у него так себе. Правда, не подкачал стаб. То есть он в порядке. Особенно если его еще улучшить, то, ну, как бы не самое быстрое сведение, в принципе, уже воспринимается достаточно адекватно. И, то есть, если подвести некий итог по танку, то эта машина для преимущественно средних дистанций, которая способна пробивать ББшками, которая неплохо танкует. И, кстати, забыл сказать, УВН и минус 10. То есть от башни играть довольно легко. Но он очень не любит принимать. То есть, несмотря на то, что у него, говорю, броня хорошая, ХП всего лишь 1300. Это мало. Реально. То есть для такого вот откровенно штурмового СТ это маленькая цифра. И многие советуют ставить закалку. Но я для себя сразу решил, что все-таки настрел, вот, мне кажется, для према важнее, чем там лишние ХП. Поэтому я в плане оборудования сделал следующую сборку. То есть первый слот, как я сказал, это обязательно у нас турбина, да. Тут слот без вариантов. Во второй слот, если вы хотите, можете поставить закалку. И при помощи половой модернизации, да, именно слот поставить под живучесть, как бы все будет огонь. Но я поставил досылатель, причем боновый. Ну, можете трофейный запихнуть, да, вполне себе. К сожалению, здесь нет слота под огневую мощь. То есть тут придется, как бы, немножко раскошелиться. Но досыл ему нужен, потому что, как я сказал, ДПМ посредственный. То есть с боновым досылателем уже более-менее. И я поставил боновый стаб. Да, понятно, что красиво жить не запретишь, там, все такое. Но вот я заморочился, я поставил. Как раз была недавно заслуженная награда. Я вот как раз-таки там этот стаб и взял. И он сюда отлично зашел. То есть вот такая вот сборочка чисто от меня. Вы можете вместо, например, стабилизатора воткнуть сюда закалку, да. И будет тоже играбельно, но со своими уже нюансами. Далее, значит, по поводу полевой модернизации еще надо пару слов сказать. Я поставил сюда плавающий прицел, который уменьшает круг разброса в ущерб стабилизации. Но поскольку у меня боновый стаб стоит здесь, да, то есть для меня это не критично. А вот точность улучшить немного. Это очень важно при стрельбе на дальней и даже средней дистанции. И также еще можете поставить настройку турбонагнетателя. Она даст вам 2 км в час назад. Будет проще закатываться немножко. И добавить немного скорости ремонта ходовой. К сожалению, в ущерб незаметности, но танк как бы и маскировкой особо и не блещет. Поэтому это нечувствительно. И я советую тоже так сделать. Больше я ничего сюда ставить не стал. Потому что, ну, считаю, что как бы, ну, смысла в этом особо нет. Вы можете, если хотите, еще там что-нибудь накинуть, собственно говоря, во второй слот полевой модернизации. На ваш выбор. И вот если сейчас попытаться в целом выразить кратко свое мнение о танке. Это реально полутяж полу СТ. Он может играть и как тяжелый танк, и как средний. Но со своими нюансами. То есть, как полноценный тяж, он все-таки чувствует себя не идеально. Потому что ведро на крыше принимает снаряды. И нужно за этим очень внимательно следить. То есть, да, башня танкует. Да, ВЛД и даже НЛД танкуют. Но если вас начинает фокусить в башенку, он может очень быстро умереть. Или если вы начнете перекручивать ромбы, и слиться на нем вообще на изи можно. Особенно в ближнем бою. То есть, когда вас начнут реально выцеливать в слабые зоны. Также, если говорить о нем как о среднем танке, то он немного, как бы, отстает от большинства, скажем так, соклассников. Именно за счет не очень хорошей динамики. То есть, она у него даже с турбиной все равно посредственная. И он будет отставать. Но за счет именно универсальности на танке можно делать практически все, что угодно. Ну, может быть, за исключением настрела там с 700 метров по чужому засвету. Тут он реально себя дерьмово чувствует, как бы, ну, без вариантов. Но в остальном, это универсальная машина. Которая, кстати, одна из немногих способна вполне себе комфортно чувствовать против БЗ-176. Конечно, если вам в башенку зарядят на 800, будет печально. Но если прилетает в корпус, иногда это вообще бывает без уронки, там, или может, там, 20-30 урона залететь. То есть, вообще ерунда. И за счет этого, как бы, да, он сейчас очень комфортно себя чувствует. Потому что он БЗ-шик не боится. Сам он их, в принципе, может пробивать кумысами, да, в среднюю броневую деталь. В башню, конечно, все равно будет тяжко. Но уже, по крайней мере, как-то он может им противостоять. Особенно, если вам будет пробить и рандомить ближе к верхней планке. А такое иногда бывает. Правда, это нестабильно. По итогу, вот, назвать его лучшим прем-танком в игре я вообще никак не могу. Это просто хороший универсальный танк. В целом. И он прикольный. На нем интересно играть. Но именно, вот, для заработка кредитов есть машины и получше. Мне даже Рога нравится больше. Вот, честно вам скажу, мне про Джетта больше нравится. Вот, я не могу сказать, что Паттон хуже, чем Прога. Они примерно на одном уровне. Но под мои руки, скорее всего, барабан предпочтительней. Видите, уже привыкли к этим барабанам. Без них уже некомфортно себя чувствую. Короче, если вам данный танк выпал, то, в принципе, желательно им воспользоваться. Пусть в ангаре у вас не стоит. Потому что машина реально очень годная. И я думаю, что... Ну, это, вот, знаете, пример того, как сделать хороший премиумный танк. Чтобы он вызывал желание у людей его вытянуть из коробок. То есть, да, как такой байт на донат. Но в то же время он не ломает рандом. Он не портит никому игру. Он не бесит особо. То есть, он контрится вполне себе. Да, он не живет в окружении. Он пробивается в башенку. То есть, можно ему противостоять. То есть, танк вот прям в балансе. Просто очень хороший премиумный танк. Не имба прям откровенная. Но уверенная годнота. А теперь ответ на самый важный вопрос. А стоит ли ради него крутить новогодние коробки? И знаете, я отвечу, что, скорее всего, нет. Если у вас ограниченные средства. Поскольку танк реально падает очень неохотно. И вы можете потратить просто огромные бабки. Там, 5-10 тысяч рублей или даже больше. Пока он в итоге вам выпадет. У меня есть огромное количество сообщений от моих зрителей и подписчиков. Которые писали, что вот там 50. Говорю, 100 или даже больше коробок вкинул. И не падает вот упорно. Видимо, танк с маленьким коэффициентом. Но вот ничего не поделаешь. Поэтому, если он вам выпал. То, конечно, грех не поиграть. Потому что машина реально хорошая. Если у вас есть деньги. И вы готовы их потратить. То тоже можно покрутить. Или если вы просто каждый год покупаете коробки. Не ради Паттона. А в целом, как бы, голды на фарме. Там еще что-то. Может быть, выпадет. Да, какой-то танчик. То, конечно, в таком случае тоже можно сказать, что смысл есть. Если он все-таки вам выпадет. То, в принципе, можно вам только позавидовать. Так что машина реально получилась годная. И за нее я не могу как-то, вот, говорю, хейтить разработчиков. Потому что, да, танк мощный. Но, повторюсь, он не токсичный. Он вполне себе в балансе. На фоне БЗ-176 это вообще просто медовый пряник. Ну, в том плане, что грамотно все сделано. А там вообще вот непонятно что. Повторюсь, если ролик последний не видели. То обязательно посмотрите. По-моему, сейчас тоже будет прямо на экране. Да, ссылочка. Там пипец полнейший. На этом все. Ребят, подписывайтесь на канал. Прожимайте лайкосы, чтобы ролик поддержать. Естественно, в комментариях пишите свое мнение. И заглядывайте в телегу. А также не забывайте про бонус от Яндекса. Если еще не пользовались, не упустите. Всем пока.